В эфире «Вечерняя» информационная программа. В студии работает Вера Захарчук. Здравствуйте. Женис Касымбек назначен Акимом Карагандинской области. Соответствующий указ подписал президент страны Касунжумар Тукаев. Ранее Касымбек занимал должность заместителя премьер-министра. Накануне на пост Акима Карагандинской области Жениса Касымбека рекомендовал президент, назвав его компетентным управленцем. Нового главу региона представил общественности премьер-министр Аскар Мамин. До назначения Женис Касымбек занимал должность заместителя главы правительства. Новому Акиму Шахтерского края 44 года. У Жениса Касымбека два высших образования. Трудовой путь он начал в 1997 году. За это время занимал разные руководящие должности, в том числе пост министра по инвестициям и развитию. Сто дней назад Казахстан взял курс на новую политическую модернизацию. 12 июня Касымжумар Тукаев официально вступил в должность главы государства. И без особой раскачки определил основные направления деятельности и расставил приоритеты для работы госаппарата. Канал Хабар 24 перелистал страницы календаря назад. Об инициативах президента, которые уже реализованы, расскажет Ирина Панфилова. 25 июня. Борт номер один экстренно вылетает в город Арысь. Меньше суток назад там прогремело несколько мощных взрывов. Есть пострадавшие, разрушенные дома, неразбериха. И в эти минуты Касымжумар Тукаев решает его место здесь вместе со своим народом. Он их президент и он обязан быть с ними в эту трудную минуту. Все области будут помогать. Главное правительство вам поможет по моему поручению. Что касается детей, то две области, Акмолинская и Павлодарская, уже предлагают взять детей на летний сезон, чтобы они смогли отдохнуть и после этого пережитого кошмара. Я беру все эти вопросы по своей личности. Спасибо вам большое. Обещания президент сдержал. Все до одного. Жизнь горожан вернулась в привычное русло. Мой дом был старый, поэтому в прошлом году я его отремонтировал. Но в результате взрывов он сгорел. Так как дом не подлежал ремонту, его снесли и отстроили заново. Претензий к строителям нет. Меня все устраивает. Тех, кто был причастен к ЧП в Арысе, президент наказал. Других, наоборот, поощрил. За героизм при восстановлении города глава государства наградил 40 человек. Сегодня ровно 100 дней с момента, когда Касым Жумартукаев официально вступил в должность президента. Опытный управленец сразу же выстроил четкую линию государственной политики. Подтвердил преемственность внешнеполитического курса. И еще во время инаугурации заявил, что он продолжит реализацию стратегических программ первого президента Казахстана. Эльбасы Нурсултана Назарбаева. А все новые инициативы будут направлены на конкретику и эффективность. Взять хотя бы социальную политику. Здесь во главу угла Тукаев поставил принцип справедливости. Нужно помогать тем, кто в этом действительно нуждается, подчеркнул президент. И объявил беспрецедентную акцию. Более чем полумиллион у казахстанцев, которые не могли рассчитаться по кредитам, спишут или частично перекроют долги. Это позволит многодетным и малообеспеченным семьям крепче встать на ноги. У нас было два кредита. Один у меня, второй у супруга. Нам списали половину долга. Сначала не поверили, но когда пришла СМС, поехали в банк и нам подтвердили информацию. Это большая помощь для нашей семьи, ведь у нас четверо детей. Я вижу, что сегодня многие многодетные матери радуются и благодарят президента за поддержку. А у работающих казахстанцев теперь появится больше шансов получить хорошую специальность или купить квартиру. По поручению главы государства, использовать часть пенсионных накоплений при определенных условиях можно будет до выхода на заслуженный отдых. Сейчас работающему человеку пользоваться пенсионными накоплениями можно только после выхода на пенсию. Но понятно желание людей использовать эти средства еще до выхода на пенсию. Поэтому поручаю правительству до конца года проработать вопрос целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений, например, для покупки жилья или получения образования. Важна не только стабильность. Нужно добиться, чтобы каждый гражданин страны чувствовал себя в безопасности, независимо от места, времени суток и возраста. Именно поэтому, обращаясь к народу со своим первым посланием, Касым Жумар-Тукаев предложил больше не увлекаться гуманизацией законодательства. Нужно в срочном порядке ужесточить наказание за сексуальное насилие, педофилию, распространение наркотиков, торговлю людьми, бытовое насилие против женщин и другие тяжкие преступления против личности, особенно против детей. Это мое поручение парламенту и правительству. В Казахстане идет разработка законопроекта по ужесточению наказания за тяжкие преступления. По всей строгости закона теперь будут наказывать насильников. Жестко карать намеренные педофилов. Им будет грозить не менее 20 лет тюрьмы, а то и пожизненное заключение. Ужесточение наказания за педофилию – это требование нашего времени. Защита наших детей, будущего поколения нашей страны является одним из гарантом современного общества и государства. И президент, как гарант защиты прав нашего народа, инициативно предложил рассмотреть вопрос ужесточения наказаний. Политика, которую проводит президент, говорит о том, что ему важно мнение каждого гражданина. И неспроста Касамжумар Тукаев предложил чиновникам концепцию слышащего государства, предусматривающую обратную связь с людьми, да и вообще нужно быть ближе к народу. Для этого по инициативе главы государства в Казахстане создан Национальный совет общественного доверия. Сразу же на первом заседании Касамжумар Тукаев сформулировал приоритетные направления для государственного аппарата и дал важные мессенджи для общества. Поддерживаю предложение включить представителей гражданского сектора в наблюдательные советы национальных компаний социально-предпринимательских корпораций. Члены Национального совета предлагают повсеместно распространить практику открытой Акимат. Действительно, нам нужно переходить на новые стандарты управленческой культуры. Открытый Акимат позволит местной власти быть сервисной для общества, снимет барьеры между населением и государственными служащими. Большую часть времени президент проводит именно здесь, в Аккорде. Здесь глава государства принимает высоких гостей, глав всевозможных министерств и ведомств и подписывает указы, от исполнения которых, по сути, зависит дальнейшее развитие нашей страны. За 100 дней работы президентом Касым Жумар-Тукаев подписал 3 законодательных акта, 160 указов и 48 распоряжений. В виртуальную приемную главы государства пришло больше 3600 электронных писем. 12 тысяч казахстанцев обратились в администрацию президента. На каждую просьбу граждан Касым Жумар-Тукаев старается дать своевременный ответ. А если проблемы оголяются в СМИ, равнодушным президент не остается. Сразу же выражает свое мнение через мессенджеры. Нередко там же или по WhatsApp у дает чиновникам поручения. И всегда спрашивает об исполнении. Надо признать, что глава государства активный пользователь социальных сетей. У Тукаева есть страница в Твиттере и Инстаграме. Быть мобильным президент призывает и подчиненных. И не только в вопросах диалога с населением, но и поддержки отечественных товаропроизводителей. К примеру, во время рабочего визита в Алматы главу государства заинтересовала одежда и обувь местного производства. Чуть позже на своей странице в Твиттере Касым Жумар-Тукаев сообщил. Теперь и у него есть туфли бренда «Сделано в Казахстане». После покупки президента в нашей обуви наши продажи выросли в несколько раз. Ему за это огромное спасибо. Рабочий график у президента плотный. За три с лишним месяца Касым Жумар-Тукаев посетил практически все регионы Казахстана. Всерьез занялся расширением инвестиционного портфеля. Успел закрепить международное сотрудничество, в том числе с ключевыми геополитическими игроками. Россией, Китаем, США и Европейским Союзом. Трижды был за рубежом. Главу Казахстана принимали в Кыргызстане, Таджикистане и Поднебесной. На работу президент всегда рано приходит, а уходит поздно. Глава государства очень пунктуальный человек. Если он назначил встречу, то, несмотря на обстоятельства, старается быть вовремя. Принимать разные решения приходится быстро. Бывает, что нет времени на раздумья, в том числе и у нас. Например, когда Касым Жумар Тукаев был в Арысе, я достал телефон и начал снимать его в окружении людей. Важно, чтобы жители города были в курсе, что их президент с ними. Они могут надеяться на его поддержку. Берег Уали из того ограниченного круга людей, у кого есть доступ в кабинет президента. По словам пресс-секретаря главы государства, несмотря на занятость, Касым Жумар Тукаев ежедневно просматривает свежую прессу. Заглядывает не только на казахстанские, но и на иностранные сайты. И это неудивительно. Президент может свободно говорить на нескольких языках. Помимо родного и русского, знает английский, китайский и французский. И прекрасно изъясняется на языке политики. За достаточно короткий срок у руля государства Касым Жумар Тукаев четко продемонстрировал политическую волю. Вел мораторий на расширение квази-государственного сектора. В дальнейшем это благоприятно должно отразиться на стабильности Казахстана. Страны, где, как неоднократно отмечали эксперты, транзит власти прошел спокойно. Она продемонстрировала монолитность и ответственность. Государственный аппарат продолжает работать без сбоев. И это все результаты командной работы президента, чиновников и народа. Ирина Панфилова, Омэр Бекизимов и Жандос Бетабаров. Хабар 24. Сегодня в столице на площадке службы центральной коммуникации прошла конференция, посвященная 100 дням президентства Касым Жумар Тукаева. Помимо политического стиля управления главы государства, спикеры обсудили и то, какие изменения произошли в стране за прошедшие три месяца. Подробности у Ивана Тулинова. Новый формат взаимодействия между властью и обществом. Открытый, честный и равноправный. Это одна из инициатив президента Касым Жумар Тукаева. Еще в предвыборной программе он отметил, что выступает за развитие гражданского общества. И по мнению спикеров преобразования уже начались. На наших глазах сегодня создается новая парадигма, новая политическая история страны. Политическую историю нашей страны мы не должны приукрашивать или идеализировать. Вообще, любой политический процесс – это сложный тернистый путь, который лежит через согласование интересов, каких-то острых конфликтов, а также столкновения и противоречия политических предпочтений. Сто дней показали, власть стала более восприимчива к запросам общества. Появилась возможность обратиться к президенту напрямую. Можно написать ему в Твиттере или в Инстаграме. Президент для налаживания обратной связи с населением активно использует такие средства связи, как социальные святи. И на своей персональной странице в Твиттер глава государства оперативно информирует население о ключевых событиях в стране и также дает поручения. Всего в период за 100 дней президентом Токаевым было опубликовано более 400 твитов на платформе Твиттера. И также была открыта его страница в Инстаграм, где эта страница набирает популярность как платформа среди общественности. И посредством данной платформы мы видим, что президент делится с населением информацией о своих рабочих буднях. Личность президента, по мнению спикеров, вызывает доверие у общества за счет сочетания практического опыта и научно-аналитического бэкграунда. Также Касымжимар Токаев выступает за интересы граждан и настаивает на справедливом распределении национальных благ. Определенные тренды заданы. Есть тенденции направления преемственности. Частично они касаются, ну и в значительной степени экономической политики, частично сферы обеспечения прав гражданной безопасности. Но совершенно очевидны и вот новые тенденции, они проявлялись еще в предвыборный период. И уже, так сказать, в анаугурационной речи проглядывали, особенно четко были продемонстрированы в послании. Организованы новые ведомства, реорганизованы действующие, создан кадровый президентский резерв. В целом, по мнению спикеров, глава государства ведет политику, направленную на омоложение кадров. Сто дней это для президента Касымжимар Токаева, это, конечно, процесс укрепления позиций. Потому что, хоть он уже давно находится на государственной службе, и прошел большую школу политики, и международной, и внутригосударственной. Но все-таки пост руководителя страны еще в непростое время, в непростом обществе, он выдвигает определенные требования. Я думаю, здесь, скажем так, и для президента, и его формирующей команды, это был своего рода и вызов, испытания. Ну, в принципе, проходят достаточно грамотно. Под руководством нынешнего президента сложилась устойчивая политическая система. Негативные сценарии не сбылись, и, как отмечают эксперты, во многом благодаря личным качествам Касымжимар Токаева. В условиях общей антиэстемблишментной волны, которая пришла в Казахстан, которая была, допустим, в США, допустим, в прошлом году в России, допустим, когда голосовали против выдвиженцев «Единой России» на выбор. То есть политическая программа Токаева, которая состоит из этих двух документов, и она как раз является ответом на это. То есть, ну, я так скажу, если хочешь поймать рыбу, надо плавать. Понимаете, то есть, и тут, если хочешь работать с населением, где большинство молодые, ты должен этому соответствовать. Ну, и вот, если посмотреть на вот эти документы, да, то и на действия президента, да, то есть он пока эту линию выдерживает. Спикеры также отметили сохранение преемственности во внешнеполитическом курсе Казахстана, что немаловажно с точки зрения международного позиционирования страны. В целом, те задачи и цели, которые ставит Касамжимар Токаев, рассчитаны не только на конституционный срок его президентства, но и на долгосрочную перспективу. И каждая из инициатив, по мнению участников совещания, имеет хорошие шансы на реализацию. Иван Тулинов, Норос Базаров, Хабар-24. О политическом и экономическом курсе главы государства продолжим говорить с заместителем директора КИСИ при президенте Санатом Кушкумбаевым. Добрый вечер, Санат Крислямович. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. На ваш взгляд, какие значимые перемены достигнуты при руководстве Токаева? Следует отметить, конечно, прежде всего то, что президент Токаев настроен на продолжение углубления реформ в социально-экономической и политической сферах. И это было недвусмысленно сказано в его инаугурационной речи, а также в послании 2 сентября этого года. Конечно, очень важным аспектом являются такие инновации, как концепция слышащего государства, то есть диалог общества с государством реактивизирован. И мы видим, что сейчас многие государственные органы, фактически вся государственная вертикаль, она ориентирована на то, чтобы быть более чуткой, более точно и адекватно отвечать на те запросы, которые сейчас генерируются в обществе, в общественных настроениях. Мы видим изменение подходов, новый стиль, новые подходы у всех руководителей. Этот, конечно, стиль задает сам президент Токаев. Кстати, да, вот как вы оцениваете инициативы Космжеморта Токаева? Это поручение через Твиттер, полное осведомленное личное участие в проблемных вопросах. Да, это совершенно верно подмечено, потому что это характерно для многих мировых лидеров. То есть это современные социальные сети, коммуникации, они делают очень быстрыми связь между политиками, между руководством, между населением. И, конечно же, мы видим изменяющуюся роль социальных медиа. То есть люди, они широко используют различные мессенджеры, социальные сети. И, конечно же, это следует учитывать. И, более того, нужно активно этим пользоваться, потому что это хороший канал коммуникации. И президент Токаев, как мы знаем, еще до того, как стал президентом, он использовал широко Твиттер, сейчас он использует Фейсбук, Телеграм и другие средства коммуникации. То есть это делает президента Токаева как политика, как руководителя, очень близким к людям. Ну, это хорошо. Я думаю, что прогнозы у нас, начало хорошее. Думаю, продолжим в том же темпе. Вам спасибо большое. Очень мало времени, чтобы беседовать при моем эфире в новостях. Но, тем не менее, спасибо, что вы пришли. С нами беседовал заместитель директора КСИ при президенте Санат Кушкунбаев. А мы продолжим. Действия Касымжемарда Тукаева на посту президента Казахстана демонстрируют его стремление реформировать страну и задать новые ориентиры для успешного развития. Об этом в Страсбурге и в интервью нашему телеканалу заявил евродепутат, вице-председатель делегации Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии Андриса Мерикс. Европейский парламентарий отметил, что в Евросоюзе, который заинтересован в долгосрочном сотрудничестве со стабильным Казахстаном, серьезно воспринимают все последние инициативы главы нашего государства. То, что сказал президент Казахстана, это очень важно. Это очень серьезно воспринимается в Евросоюзе. И слова, сказанные, касающиеся права, закона, то есть справедливости, экономических вопросов, это вопросы, которые, ну, они очень важны, чтобы развивать взаимоотношения. Казахстан, он крайне важный будущим для стабильности не только, можно говорить так, только этого региона, но я скажу всего мира. Глава финансовой компании США Бурк Маккормак назвал решение Касымжумарта Тукаева об освобождении на три года от уплаты налогов предприятия малого бизнеса беспрецедентным. Тем временем в самой Америке также проходят налоговые реформы. На прошлой неделе, выступая перед конгрессменами, республиканцами, Дональд Трамп заявил, что планирует снижение налогов, направленных на средний класс. Майра Абдрахманова расскажет о совпадении приоритетов двух стран. Снижение налогового времени в целях укрепления среднего класса входит в стратегию администрации Дональда Трампа. Сам он, как бизнесмен, не понаслышке знает о важности такого шага. Совпадают американские интересы и с нашими, казахстанскими. Конечно, размеры экономик и масштабы реформ разнятся, но суть не меняется. В основе просветания нации и благополучия среднего класса, который тянет за собой и другие страты общества. Поручение президента Казахстана Касамжомар Татукаева освободить на три года от уплаты налогов компании микро- и малого бизнеса получило высокую оценку в США. Это беспрецедентный и очень важный шаг, считает известный американский финансист, глава инвестиционной компании Бург Макормак. Скажу прямо, еще не встречал такого решения по налогам, рассчитанного на три года. Встречаются различные схемы предоставления налоговых льгот, как правило, на более ограниченный срок действия. В данном случае речь идет о продолжительном периоде, что очень хорошо. Если посмотреть на развивающиеся страны, то все они нуждаются во времени, чтобы накопить капитал, создать основу для рынка акций. И что может быть лучше, чем дать возможность успешному бизнесу накапливать заработанные средства? У бизнесменов таким образом появится лучшая основа для получения займов на выгодных условиях. Через этот шаг также создаются условия для внутренних инвестиций. Всем известно, что экономический рост обеспечивается малым и средним бизнесом, не крупными корпорациями. К удивлению для многих, США, имея столько крупных компаний, опирается на малые и средние предприятия, которые являются логомотивами экономического роста. И, что особенно важно, создают новые рабочие места, считает американский финансист. Малый и средний бизнес – самый важный для экономики. Это тысячи людей, работающих день и ночь, что сравнимо по размеру с большими корпорациями. Такой бизнес обеспечивает себя, налаживает цепочку поставок. Именно это подпитывает любую экономику. Майор Абдрахманова, Ренат Садыров, Хабар-24, Вашингтон, США. В Генпрокуратуре призывают не реагировать на провокационные призывы Мухтара Аблязова. Беклый банкир и его сообщники вводят людей в заблуждение и намеренно подталкивают казахстанцев приступить к закону, говорят в надзорном органе. Мухтар Аблязов вновь призывает казахстанцев выйти на несанкционированный митинг. Свою очередную провокационную речь беглый олигарх по уже сложившейся традиции распространил через социальные сети. Трусливо отсиживаясь за границей, по данным следователей, во Франции, опальный банкир советует выходить на улицы в Казахстане. Сам инициатор митингов в них, конечно, участвовать не собирается. По ту сторону монитора все-таки комфортнее. В генпрокуратуре призывают казахстанцев не поддаваться на провокации. МВД Великобритании лишило его статуса беженца. Вот поэтому он сбежал во Францию. Вот находясь там, он будоражит наших граждан, которых сам же и обманул, настраивает их на свою сторону. В генпрокуратуре подсчитали, сумма причиненного облязовым ущерба Казахстану составляет 7,5 миллиардов долларов. На сегодня удалось вернуть некоторую часть украденных, по сути, у народа денег – около миллиарда долларов. Больше 40 человек по делу Облязова уже осуждены и отбывают наказание. Прокуроры говорят, беглого олигарха не оставят в покое, пока он не ответит за свои преступления в полной мере. Конечно, Казахстан продолжит его преследование строго в рамках закона. Облязов это понимает и боится. Продолжает он говорить везде о гонениях по политическим мотивам. Хотя никакой политики в деле нет и не было. Чем же все-таки руководствуется в своих поступках беглый олигарх? Это попытался на днях выяснить бывший посол Казахстана в Беларуси Ермухамед Ертызбаев. Он сумел выйти на Мухтара Облязова и провести дебаты в формате онлайн. Подробностями дискуссии Ертызбаев поделился в эфире нашего телеканала. Вы провели резонансные дебаты. Очень много кто комментировал. Какие это дебаты? Это не дебаты были. Я вообще не ставил цель спорить, полемизировать. Мне нужно было его вытащить, потому что он работал, Облязов, в режиме монолога три года. А власть ему не отвечала. Ну и она просто не могла отвечать, потому что ну как можно с беглым банкиром, который миллиарды вывел из страны, который обвиняется в тяжких преступлениях, убийства человека и ряде других преступлений. Рассказали в генпрокуратуре и о других преступниках. В частности, речь шла о бывшем Акимеатраусской области Бергеи Расскалиеве и его братья. По приговору суда по их делам конфисковано 185 объектов, в том числе 50 квартир, 44 земельных участка и деньги на банковских счетах. На сегодня государству возмещено ущерба на сумму свыше 44 миллиардов тенге. За рубежом арестовано 13 миллионов долларов. Розыск преступников продолжается. Ярнур Душанов, Хабар, 24. К другим темам. Вторая встреча руководителей железных дорог государств, членов Шанхайской организации сотрудничества, прошла в Нур-Султане. Стороны обсудили перспективы развития международных грузовых перевозок. Речь также шла о мерах по повышению качества пассажирских перевозок к железнодорожным транспорту. Именно важной темой переговоров стал проект концепции взаимодействия железнодорожных организаций. О чем еще договорились страны ШОС, расскажет Сабина Балашкина. Как и прежде, встреча руководителей железной дорог ШОС прошла в дружеской атмосфере. Стороны одобрили ряд документов, которые позволят создать условия транспортировки по железным сообщениям. Экспортные и импортные грузы смело выйдут на мировые рынки. А это значит, что объемы транспортных потоков будут только расти. Самое главное, что налажен обмен между железнодорожными администрациями в рамках ШОС по возможностям, которые каждое государство, каждая железнодорожная администрация может предоставить. И, конечно же, это не только работа железных дорог, это работа и правительств, то есть министерство транспорта, министерство, которое курирует транспорт, они тоже заинтересованы в том, чтобы эта работа продолжалась, налаживалась и привлекала новые грузы. Потому что сейчас транзит, как вы знаете, перевозка грузов, это самый доходный вид перевоза. Согласились стороны и с тем, что необходимо создавать новые мультимодальные транспортные коридоры, в том числе связывающие страны ШОС с крупнейшими морскими портами. Строительство современных центров логистики также положительно повлияет на условия для транспортировки грузов. Хочу выразить благодарность Казахстану, а также национальной компании Казахстан-Темиржулы за прекрасную организацию сегодняшней встречи. Это мероприятие выгодно для каждой страны шанхайской организации сотрудничества. Вторая встреча на высоком уровне пройдет в России. Также примут специально приглашенные международные наблюдатели. Сабина Балашкина, Марадзи Хамбаев, Хабар, 24. Сейчас короткая реклама, позже продолжим. В октаву прошла презентация пилотного проекта «Смарт-Сити», автором которого является компания «Казахтелеком». По словам разработчиков, внедрение системы «Умного города» позволит обезопасить жителей, сэкономить на коммунальных услугах и провести высокоскоростной интернет в самые отдаленные села региона. Преимущества инновационного проекта о преимуществах расскажет Динара Другалиева. Взаимное сотрудничество между компанией «Казахтелеком» и «Акиматомангисталской области» скажется на цифровой трансформации города, появление общественного Wi-Fi, автоматизация диспетчерской службы скорой помощи, мониторинг данных ЖКХ, внедрение анализа больших данных. Все это будет в пилотном проекте «Умного города». К тому же проект позволит обезопасить микрорайоны. Сегодня по городу установлено более полутора тысяч дворовых камер видеонаблюдения. Их число будет расти поэтапно. С одной стороны, это различного вида датчиков и различного вида видеокамеры и системы, которые расставлены в городе. С другой стороны, это всякие системы аналитики, которые позволяют данные анализировать и на основе анализа этих данных сделать жизнь граждан лучше. Кроме того, спикеры «Казахтелекома» в качестве примера реализованных проектов цифровой трансформации поделились опытом внедрения проекта «Смарт Аколь», где сегодня успешно реализуется мониторинг и контроль всех городских служб. К примеру, датчики, установленные в домах, позволили сэкономить до 25% потребления воды, электроэнергии и газа. Концепция «Смарт Сити» подразумевает цифровую трансформацию в обществе. Умные технологии будут поэтапно внедрены во все сферы жизни, уверены специалисты Акционерного общества «Казахтелеком». Пилотный проект «Смарт Сити» в ближайшее время появится в городах Актау, Туркестан и Арысь. Динара Нургалиева, Саламат Бекпаев, Хабар, 24, Актау. Когда повысят зарплату учителям и работникам культуры? Этот вопрос сегодня задали алматинцы на встрече с заместителем премьер-министра страны Бердебеком Супарбаевым. По его словам, правительство уже решает эту проблему. Зарплату увеличат с 2020 года. В сфере здравоохранения тоже обещают изменения, а именно улучшить качество медицинских услуг и не допустить безосновательного повышения цен на лекарства. Также вице-премьер сообщил, что до конца этого года будет разработан новый механизм назначения адресной социальной помощи. Он предусматривает обязательные условия. Трудоспособные члены семьи должны пойти работать, а не быть на иждивении государства. Если у них нет специальности, мы их обучим, поможем получить профессию, даже предложим работу, и они должны работать. Еще мы открыли 28 мобильных центров занятости в трех мегаполисах Алматы, Шамкенте и Нур-Султане. Так мы хотим помочь трудоустроиться безработным молодым людям, которые перебиваются на рынках случайными заработками. Давние друзья и стратегические партнеры. Новая эпоха в отношениях Казахстана и Китая, где главное – это укрепление взаимовыгодного сотрудничества и, безусловно, улучшение благосостояния народов двух государств. Как будет дальше развиваться дружба двух стран, смотрите прямо сейчас на нашем канале совместный проект телерадиокомплекса президента и агентства Хабар, документальный фильм «Стратегия Барса и Дракона. Взаимоуважение и вечное партнерство». Я же с вами прощаюсь. До встречи.